В 1930 году московские городские власти окончательно закрыли Свято-Данилов монастырь, а на его территории разместили колонию для несовершеннолетних преступников. Монашеские кельи оказались тесными для новых обитателей, и было принято решение возвести дополнительные постройки на месте монастырского кладбища. Могилы подлежали уничтожению, но останки нескольких известных людей власти распорядились перезахоронить на Новодевичьем кладбище, в том числе останки Николая Васильевича Гоголя и его друзей-единомышленников, славяна Фила Алексея Хомякова, его супруги Екатерины Михайловны и ее брата-поэта Николая Языкова. Вскрыв могилу великого писателя, члены комиссии были сильно удивлены. Об увиденном сообщили куда следует. Пришел приказ, захоронить все как есть и как можно быстрее. Протокол подробного описания эксгумации останков Гоголя до сих пор не найден, хотя достоверно известно, что записи велись. Единственным официальным документом стал акт о проведенных работах, написанный сотрудником НКВД на тетрадном листе. Под актом стоит 15 подписей без расшифровки. Всем участникам вскрытия могилы настоятельно рекомендовали не болтать лишнего. Разумеется, по Москве сразу поползли слухи, которые с годами обросли фантастическими легендами. Самое известное из них гласило, что якобы Гоголя похоронили живым. Один из участников эксгумации утверждал, что будто на крышке гроба с внутренней стороны обнаружили глубокие царапины от ногтей, а само тело лежало на боку. Эта история подогревалась завещанием самого Гоголя. Тело моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться. Эти байки ходили бы и дальше, но археологи все расставили на свои места. Уже в современное время были проведены раскопки на месте первой могилы Гоголя, и то, что обнаружили ученые, полностью подтвердило рассказы некоторых участников эксгумации, которые все эти годы считались выдумкой. Но обо всем по порядку. Николай Васильевич Гоголь скончался 21 февраля 1852 года и был похоронен в Москве на кладбище Данилова монастыря. Это место захоронения не было таким престижным, как Донской или Новодевичий монастырь, но здесь нашли свой покой представители старой московской интеллигенции, включая виднейших славянофилов. После похорон Гоголя на его могиле был установлен бронзовый православный крест и массивное надгробие из полированного черного гранита, на котором был помещен стих из священного писания, цитата из пророка Иеремии. Горьким словом моим посмеюсь. Через 30 лет Иван Аксаков установил на могиле писателя глыбу дикого камня, специально привезенную им из Крыма. Глыба послужила основанием для бронзового креста и была прозвана Голгофой. В 1952 году на Новодевичьем кладбище вместо глыбы и креста был установлен бюст писателя, работы скульптора Николая Томского. Крест был утерян, а Голгофа, за ненадобностью какое-то время, находилась в мастерских Новодевичьего кладбища, пока ее не увидела вдова Булгакова. Елена Сергеевна выкупила камень и установила его на могиле мужа. К началу 20 века могила Гоголя пришла в плачевное состояние. Но приближавшийся столетний юбилей писателя позволил заострить внимание и собрать необходимые средства на ее реставрацию. Работы были проведены в 909 году. Подземную часть захоронения полностью переделали. Дубовый гроб, находившийся в кирпичном футляре, прекрасно сохранился. Над ним построили большой массивный кирпичный склеп. На могиле установили чугунную решетчатую ограду работы скульптора Николая Андреева. Борельефы на решетке считаются уникальными, согласно ряду источников, они сделаны с прижизненного изображения великого писателя. Вскрытие могилы Гоголя произошло 31 мая 1931 года. Эксгумация проходила в присутствии многочисленной комиссии, в которую входила группа известных советских литераторов. В том числе присутствовали писатели Всеволод Иванов, Владимир Лидин, Александр Малышкин, поэт Михаил Светлов, критик и переводчик Валентин Стенич. Помимо литераторов, в комиссию входили и ученые, историк Мария Барановская и археолог Алексей Смирнов. При эксгумации останков Гоголя велись подробные записи, об этом рассказала историк-искусствовед Нина Молева. В конце 40-х годов она была аспиранткой профессора Алексея Федоров-Давыдова. Он был заместителем председателя комиссии по захоронению праха Гоголя. Алексей Александрович показывал Нине Молевой черновые записи протокола вскрытия, который официально так и не был составлен. Поэтому основным источником информации являются письменные воспоминания писателя Владимира Лидина, непосредственного участника эксгумации останков Гоголя. Вот что он пишет. «Могилу Гоголя вскрывали почти целый день. Она оказалась на значительно большей глубине, чем обычное захоронение. Начав её раскапывать, натолкнулись на кирпичный склеп необычайной прочности. Сломать его удалось с огромным трудом. Останков Гоголя я, к сожалению, не смог сфотографировать, так как были уже сумерки. Черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков. Весь остов скелета был заключен в хорошо сохранившийся сюртук табачного цвета. Под сюртуком уцелело даже бельё с костяными пуговицами. На ногах были башмаки, тоже полностью сохранившиеся, только дратва, соединяющая подошву сверху, прогнила на носках, и кожа несколько завернулась кверху, обнажая кости стопы. Башмаки были на очень высоких каблуках, приблизительно 4-5 сантиметров, это даёт безусловное основание предполагать, что Гоголь был невысокого роста. Когда и при каких обстоятельствах исчез череп Гоголя, остаётся загадкой. Мне пришлось впоследствии слышать такую легенду. В 1909 году, когда при установке памятника Гоголю на Пречистинском бульваре в Москве, производилась реставрация могилы Гоголя, коллекционер Алексей Бахрушин подговорил будто бы монахов Данилова монастыря, добыть для него череп Гоголя, и что действительно, в Бахрушинском театральном музее в Москве, имеются три неизвестно кому принадлежащие черепа. Один из них, по предположению череп Щепкина, другой Гоголя, а третьим ничего неизвестно. Есть ли в действительности в музее такие черепа, не знаю, но легенду эту, сопровождавшую исчезновение черепа Гоголя, я слышал лично, к сожалению, не помню от кого. Слова Лидина об отсутствовавшем черепе Гоголя, подтвердили и другие участники эксгумации, археолог Алексей Смирнов и писатель Всеволод Иванов. А вот специалист по московскому некрополю, историк Мария Барановская утверждала обратное. Якобы она видела не только череп, но и сохранившиеся на нем светло-каштановые волосы. Поэт Сергей Соловьев утверждал, что при вскрытии могилы не было найдено не только останков писателя, но и вообще гроба, но якобы обнаружилась система вентиляционных ходов и трубок, устроенных на тот случай, если похороненный окажется жив. Отдельно надо сказать об имевших место фактах мародерства при эксгумации останков Гоголя. Вот что не скрывая пишет Лидин. Я позволил себе взять кусок сюртука Гоголя, который впоследствии искусный переплечек вделал в футляр первого издания «Мертвых душ». Книга в футляре с этой реликвией находится в моей библиотеке. Писатель Юрий Алехин, который в середине 80-х годов провел собственное расследование обстоятельств, связанных с перезахоронением Гоголя, утверждал, что из гроба, кроме куска материи, стащили ребро, берцовую кость и один сапог. О фактах мародерства в своем дневнике записал и литератор Вячеслав Полонский, хорошо знавший многих присутствовавших на кладбище писателей. Один, писатель Малышкин, отрезал кусочек сюртука Гоголя. Другой, кусок позумента с гроба, который сохранился. Остинич украл ребро Гоголя, просто взял и сунул себе в карман. До недавнего времени воспоминания очевидцев вскрытия могилы Гоголя считались выдумкой. Однако весной 2008 года на месте первого захоронения писателя, на бывшем кладбище Данилова монастыря, были произведены археологические исследования. В ходе просеивания грунта возле изголовья могилы, был обнаружен верхний позвонок человеческого скелета. Вот что пишет известный археолог Леонид Беляев. Как известно, при неосторожном или поспешном изъятии черепа из-за хранения, именно этот позвонок, атлант, часто теряют неопытные эксгуматоры. Экспертиза, проведенная специалистом по физической антропологии Блондским, показала, что позвонок принадлежал мужчине грацильного сложения, умершему в возрасте 40-50 лет и только еще начинавшему страдать от заболевания позвоночника. Это заключение хорошо соотносится с остальными материалами, с возрастом Николая Васильевича и нашими представлениями о его сложении. Слухи о похищении черепа Гоголя не беспочвены. Горькая ирония заключена в том, что единственный подходящий для этого случай, реставрация памятника в 1909 году, когда могила была разрыта до уровня захоронения, именно с целью защитить ее. Археологи установили, что изначально захоронение было произведено на более старом сооружении, по которому проходила железная труба для водопровода или канализации. А в западной части стенки действительно есть пролом. Это хорошо складывается с утверждением поэта Соловьева о системе вентиляционных ходов и трубок в могиле Гоголя. Но другое дело, как он это интерпретировал. Вполне возможно, что заказчиком похищения черепа Гоголя действительно был купец и меценат Алексей Бахрушин, собиратель театральной старины и создатель частного литературно-театрального музея. Впрочем, достоверно установить это вряд ли удастся. В 2009 году, 200-летию со дня рождения писателя, по инициативе члена Форгкомитета юбилея, могиле Гоголя был придан первоначальный вид – бронзовый крест на черном камне.